Депутаты Приняли закон о прожиточном минимуме пенсионеров в Саратской области. Более чем на 1000 рублей его размер увеличен. В процентах 16 с лишним он, как и в предыдущий год, ниже, чем уровень федерального прожиточного минимума для этой категории граждан. И здесь как бы есть этому, значит, обоснования, в первую очередь, экономические. Еще одно решение депутатов затронет владельцев грузовиков. В последнее время участились аварии за перегруза машин. Кроме того, народным избранникам не нравится, что заезжая в город, водители оставляют свои многотоники, где попало. Депутат Сергей Нестеров говорит, что теперь за все эти нарушения большегрузы будут эвакуировать на штрафстоянке. Техника будет применяться в тех случаях, когда водитель не может по тем или иным причинам сам эвакуировать большегруз в опьянении алкогольном находится или еще в чем-то, соответственно, что не позволяет ему везти машину. А так будет максимально использоваться, что сам водитель или его представитель той фирмы, к которой принадлежит, также может сам проехать на эту штрафстоянку, где будет проведено необходимое разбирательство. Внесли ясность народные избранники в программу капитального ремонта. Теперь платежки будут приходить всем саратовцам. Сейчас тем владельцам жилья, что выбрали свой собственный счет, квитанции не присылают. Единственное, о чем попросили депутаты, не требуют жильцов оплатить сразу за весь пропущенный год. 42 заседание областной думы завершилось в рекордно короткие сроки. Примерно за час депутаты рассмотрели 28 вопросов, но своей работой народные избранники остались довольны, ведь каждый из рассмотренных вопросов должен сделать жизнь жителей Саратовской области чуточку легче. Павел Фитилев, Александр Кравченко, Новости Телеобъектив. Примерно за час депутаты рассмотрели 28 вопросов.